В Москве начали судить участников субботней акции протестом. Почти 1400 человек попали за решетку. Это беспрецедентное по масштабам задержание. Люди вышли на улицы российской столицы поддержать независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых не допустили на выборы. Участников акции разгоняли силой и задерживали. Теперь их свозят на судебные заседания из 70 отделений полиции. Юлия Башко подробнее. Били дубинками, ногами, просто давили. Участок Тверской рядом с мэрией оцепили за несколько часов до начала акции. Людей выдавливали в стороны и затем в переулки. Участники рассказывают, прежде чем задержать, полиция с особой жестокостью сбивала протестующих. Мужа Инги Кудрячевой после акции скорая доставила в больницу. Его били, потом просто уволокли в сторону и, собственно, отнесли его в тазак. Он сейчас... Ну, сегодня его выписывают из больницы. У него, к счастью, нет никаких серьезных травм. Просто там очень большое количество ушибов и подозрения на ушиб легкого. Но в целом, я так понимаю, что по Москве довольно большое количество пострадавших. Там разные данные. Но есть там сообщения о том, что, например, самому первому задержанному поезд ему сломали ногу, хотя он просто бежал мимо мэрии. Он был на утренней пробежке. Субботняя акция стала самой массовой по задержанию людей за последние пять лет. По данным ОВД Инфо, полиция Москвы арестовала почти 1400 протестующих. Многих спустя время отпустили. Но как минимум 152 человека провели еще две ночи в отделах полиции. Людей выхватывали и тащили в автобус. Часто это было, скажем так, выше, чем необходимая мера применения силы. То есть люди не оказывали какого-то сопротивления. Они были безоружны. Первому из задержанных районный суд Москвы вынес штраф 15 тысяч рублей или 236 долларов. Многих отпустили под обязательство явиться в суд позже. Люди выходят на улицы и поскольку власть настолько в такой ловушке, что не может ничего противопоставить, никакого плана выдвинуть, она просто решила помириться с силой. И вот 27-го тепла она окончательно дала понять, что ничего кроме силы она противопоставить не может. Протесту в поддержку незарегистрированных кандидатам Мосгордуму длятся две недели. Они начались после того, как в Горизбиркоме массово отказали в регистрации независимым оппозиционным кандидатам в депутаты. Как причину назвали недостаточное количество достоверных подписей. Что делают? Есть такие специальные специалисты, которые оценивают достоверность подписей. И по их мнению, у большинства из этих людей, кандидатов в депутаты, были 10% брака. То есть якобы подписи поделаны, хотя никакой ответственности за свою экспертизу не несут. То есть даже если сказали, что подпись не настоящая, а подпись настоящая, то им за это ничего не будет. То есть такая юридическая лазейка есть для того, чтобы в легальный способ, законный способ отменять регистрации оппозиционным и альтернативным кандидатам. Эксперты говорят о попытке задавить протесты по всей стране. На самом деле была дана команда обезглавить протест. Из этого, конечно, ничего не получилось, потому что никаких там, условно говоря, руководителей этого протеста не нужно. Потому что люди выходят не за Навального, не за Гудкова, не за Яшина, не за Соболь, не за Метрохина. Люди выходят просто потому, что их достала власть. Полиции уже заявили субботний протест и незаконные организаторы не получили разрешения на их проведение. ОМОН, полиция, по сути, демонстрирует свою готовность и для Путина, и для людей, которые вышли на улицы, что в случае чего вас всех тут раскатают. Это акция устрашения и демонстрация силы. Здесь очень репрессивное законодательство, тут штрафы, уголовная ответственность и так далее, и так далее за это. Если человек попадает на карандаш, то есть, по сути, у него никаких шансов на карьеру в этой стране. Следующие массовые акции протестов могут пройти в Москве уже в ближайшую субботу, 3 августа. Евросоюз по себе и международные правозащитные организации уже осудили силовой разгон участников акции в центре Москвы. Юлия Башко, Анжела Ляшко, Максим Градобик, ЮЭТВ.